Заветный квадратный метр и качественное жилье предлагали в Шенкенте недобросовестные застройщики. Объявления о продаже квартир были настолько убедительны, что люди, не задумываясь, вложили средства в покупку несуществующего жилья. Сомнительную схему выявили в прокуратуре. Также установлено 8 застройщиков, которые незаконно привлекали средства-садовольщиков. В настоящее время по 5 возбуждены административные дела. Из них трое уже судом привлечены к административной ответственности. По остальным материалам собираются. Два материала находятся в суде, рассматриваются. В Акимате пояснили, процедура строительства сложная. Застройщик должен уведомить госорган о том, что на определенном участке планируется строительство жилого здания. Только после возведения каркаса можно задуматься о сделке. Стараясь экономить, дольщики рискуют попасться на уловки мошенников, которые не жалеют фантазии и попыток незаконно обогатиться. Инвестировать в такие проекты – это фатальная ошибка. Застройщик должен за свой счет купить земельный участок, построить каркас здания. А дольщикам необходимо тщательно проверить наличие необходимых разрешений у застройщика и уточнить способ заключения договоров о долевом участии. При этом важно убедиться в том, что вложенные деньги в итоге не окажутся замурованными в недостроенном здании долгостроя. Чтобы не попасть на подобные уловки, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты. Далевое участие проводится по трем способам привлечения денег граждан. Это первое – это получение гарантии единого оператора. Это используется казахстанская жилищная компания. Второе – участие в проектах банка второго уровня. Это, думаю, самый удобный вариант. Здесь банк гарантирует. Если дольщик попадает в такую ситуацию, тогда гарантирует банк. Третье – фирма, застройщик должен построить на свои средства полностью каркас здания. А здесь не было, да? Нет, здесь не было, поэтому уже определили. Мы сейчас, хотя на проверку строительства происходит у нас моратория, но по визуальной обследованию у нас имеется право. А строили они на какой земле? Просто себе покупали землю? Да, да, на своих землях, конечно. В Шенкенском Акимате планируют уведомлять о неблагонадежных компаниях-застройщиках, чтобы дольщики в итоге не остались без денег и жилья. Шудин Саидов, Жабраил Касимов, Мадижа Пархан, информационная служба телекомпании ОТРАР.